Добрый день, дорогие коллеги! Продолжаем серию вебинаров, посвященных сопровождаемому проживанию из отдела по церковной благотворительности и социальному служению. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, что сделано в России по нашему направлению. И прежде всего я хотела бы начать с того, что в 2016-2017 годах, два года, по поручению Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, делился пилот по сопровождаемому проживанию. Он выполнялся фондом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и экспертами общественными и экспертами поведения у пилота была я, Елена Юрьевна Клочко, и Андрей Михайлович Сарёв, чья презентация сейчас открыта у вас на доске. Что было важно? Важно было объединить или попробовать ввести в государственную систему координат, как я уже говорила, опыт сопровождаемого проживания, который наработан в Российской Федерации социально-ориентированном НКО. Преимущественно это родительские организации, потому что родители – это те люди, которые наиболее мотивированы тем, чтобы их дети не попали в институциональную систему ни в детские, ни во взрослые дома-интернаты. В рамках этого пилота был выполнен аналитический отчёт. В этом аналитическом отчёте все материалы размещены на сайте Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Многие из материалов размещены на сайте ЦЛП города Пскова. По итогам пилота, пока я не забыла, сразу скажу, что организована площадка стажировочная по сопровождаемому проживанию в городе Пскове, поэтому каждый может поехать туда по обмену опытом, посмотреть, что творится. И возвращаясь к началу, значит, к аналитическому отчёту, который был, мы определили, что на этапе начала пилотного проекта, что почти практически в 30 регионах есть начало сопровождаемого проживания. В части регионов это государственная парадигма, их немного. Это Красноярский край, это Свердловская область, учебное сопровождаемое проживание для граждан пожилого возраста и инвалидов в специализированных отделениях учреждений социального обслуживания. В Забайкальском крае это сопровождаемое проживание молодых инвалидов, выпускников государственного стационарного учреждения Петровско-Забайкальский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Вологодской области, долгосрочная целевая программа школы самостоятельности, защищённое проживание, два двухквартирных дома по типу общежития на территории психоневрологического интерната «Сосновая роща». И социальные квартиры в Санкт-Петербурге, которые открыты достаточно давно, с 2005 года, квартиры сопровождаемого проживания. Чем характерны то, о чём я сейчас сказала в рамках государственной системы координат? Ну, квартиры сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге, они отличаются тем, что там сохранные инвалиды. Они нуждаются в помощи, слава богу, что удалось их разместить там, но практически они достаточно самостоятельные люди. Что касается всех остальных государственного опыта, то это так называемое защищённое сопровождаемое проживание. Если помните, в прошлый раз я говорила вам о том, что администрация интерната является и опекуном, и поставщиком социальных услуг. И, конечно, проблема заключается в том, что, будучи опекуном, администрация ПНИ с трудом себе представляет, как и каким образом можно этих людей выпустить за пределы забора. Поэтому то, что делается государством, обычно называется защищённое сопровождаемое проживание. В рамках пилотного проекта пилотные регионы были определены как Нижний Новгород и Псков. При этом в Пскове это были НКО, и это был опыт НКО, а в Нижнем Новгороде это были преимущественно государственные организации. Это было очень любопытное сравнение, и я буду ещё о нём рассказывать. А сейчас вернусь к той аналитике, которая была сделана в рамках подготовки к пилотному проекту. И ещё одна модель – это региональные программы на условиях социального партнёрства. Это такая вещь, которая развита в Пскове. Это государственное партнёрство региональной общественной организации «Я и ты» совместно с Центром лечебной педагогики города Пскова и администрации города. Каждый из партнёров взял на себя ряд обязательств по созданию условий для сопровождаемого проживания. В 2012 году администрация города Пскова приобрела 4 квартиры в обычном жилом фонде для сопровождаемого проживания 10 человек с тяжёлой инвалидностью. И на данный момент Главное управление социальной защиты населения Псковской области финансирует услуги по сопровождению заработной оплаты сопровождающих. Для того, чтобы построить вот эти квартиры, они специализированы же, эти квартиры. То есть у каждого, каждый человек из проживающих там лиц с инвалидностью, взрослых, старше 18 лет, он проживает в отдельной комнате, одна, по-моему, ситуация, когда там есть две кровати в одной комнате, то есть вдвоём живут. И обязательно помещение общего назначения, это гостиная, где ребята общаются, это кухня, где они совместно готовят, идут с сопровождающими, и комната сопровождающего, из которой он имеет возможность наблюдать за тем, что и как происходит с проживающими, и оказывать им необходимую помощь. Я хотела бы поговорить сейчас о презентации Андрея Михайловича Царёва по занятости сопровождаемого проживания, опыт проблемы и пути решения, это та презентация, которая положена в основу всего, чего мы делаем в этом направлении, как общественники. Ну, этот жизненный путь человека с ментальной инвалидностью, он очень похож на ту схему, которую я вам показывала в прошлый раз, и действительно у нас не очень сильно развиты услуги по месту проживания, и от 1 до 3, и от 3 до 7, и от 7 до 18, для людей с тяжелыми множественными нарушениями, ментальной инвалидностью, практически дефицитарность услуг образования и в раннем возрасте, и в дошкольном, и в школьном она до сих пор есть. Но самая большая засада у нас после 18 лет, потому что после 18 лет у нас нет практически ничего, и здесь описана та цепочка, мечта родителей, которую мы пытаемся реализовать, реализовать, и к которой мы склоняем государство так, чтобы это происходило не только в рамках НКОшной деятельности, но и государственной, жить в семье, ходить в детский сад, учиться в школе, трудиться и жить дома. Реальность такова, как вы видите, у нас услуги государственные оказываются только в стационарных учреждениях, а потребность – это организация сопровождаемого проживания и занятости вне стационарных учреждений. Это система комплексного сопровождения, та цепочка, которая создана на разных возрастных этапах в городе Псков, и Псков у нас вырвался вперед в связи с тем, что у него эта цепочка состоялась по всем направлениям. Сейчас ранняя помощь была достаточно давно. Дошкольное образование сейчас заведено, кроме детских садов, еще и в Центр лечебной педагогики в городе Пскове. Центр лечебной педагогики обучает детей с тяжелыми и множественными нарушениями от 7 до 18 лет в Центре. После 18 лет занятость детям представляется в производстве трудовых мастерских имени Шмидта. И вот последнее в этой цепочке – это то сопровождаемое проживание, которое удалось сделать на постоянной основе. Постоянное сопровождаемое проживание. Есть еще тренировочное проживание, которое очень важно. Я говорила вам в прошлый раз о том, что люди, которые приходят и из семей, и из домов-интернатов, они некоторым образом беспомощны, конечно, нуждаются в том, чтобы их учили навыкам самообслуживания в первую очередь. И в рамках тренировочного проживания выясняется, что они могут, чему их нужно доучить, и в чем помощь им понадобится на постоянной основе. Вот описание той системы, которая была на прошлом слайде, и как оно происходит. И дети живут в семье, и посещают учреждения. Безусловно, там есть извоз, детей утром собирают по домам во всем Пскове. Центр лечебной педагогики является центром, на его базе создан федеральный ресурсный центр по тяжелым и множественным нарушениям развития. И он является, ну, некоторым образом, законодателем в этой области по работе с детьми с тяжелым и нарушением, включая РАС, хотя по РАС есть федеральный ресурсный центр по расстройству аутистического спектра. Семьи работают, общество, в обществе формируются уважительные отношения, и государство имеет инновационный опыт и эффективно расходуют бюджетные средства, потому что большинство детей, которые находятся на обучении в Центре лечебной педагогики города Пскова, это дети, которые у нас находились бы в отделениях милосердия примерно, 70% оценивают Андрей Михайлович, тех особенно, кто находится на сопровождаемом проживании. Это слева Центр лечебной педагогики, мастерские внизу справа, и сопровождаем проживание в домах, в обычных домах, среди людей. Как происходит занятость? Конечно, мастерские совершенно замечательные, и мастерские были построены с учетом и опыта, и средств партнеров из Германии, с которыми Псков сотрудничает. Там есть разный набор занятий, есть разные группы по тяжести состояния, кто-то может шить, кто-то может заниматься деревообработкой, готовят, стирают. Замечательная совершенно теплица, из которых поставляются и тюльпаны, и хвойники на нужды города. И есть группа для тех, кто нуждается в дневном пребывании, в дневной занятости, тяжелых, но каждому нашлось место в этой системе координат. Все эти старше 18 лет граждане, они выпускники Центра лечебной педагогики, и максимально социализированы в связи с этим. Вот отделение, это я чуть-чуть поторопилась, тренировочное, хозяйственное. Это, как вы видите, растениеводство, швейное, картонажное, упаковочное, прачечное. Замечательная совершенно продукция, каждый раз я привожу ее в Москве. Это отделение развития ухода и проект сопровождаемого проживания. Условия для сопровождаемого проживания, для того, чтобы получить государственное финансирование, они должны вписаться в некоторые существующие правила игры на государственном рынке. Это участники проекта, 10 молодых людей, 2 постоянные сопровождения, 8 периодические сопровождения. Если помните, мы с вами говорили о том, и я позже скажу о методических рекомендациях Министерства труда, которые вышли, и сопровождение делится на три категории. Постоянное сопровождение, периодическое сопровождение и регулярное сопровождение. Постоянное сопровождение — это люди, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении или помощи круглосуточной 24 часа в сутки. Периодическое сопровождение — это несколько часов в сутки. Виновата — это регулярное сопровождение. Периодическое сопровождение — это несколько раз в неделю, соответственно. Какова структура доходов и каков вклад каждого из участников? Важно то, что пенсии проживающих расходуются на их собственные нужды. Таким образом, по структуре задействованы средства и социальной защиты на заработную плату сопровождающих, на питание, проживание, коммунальные платежи расходуются средства, и НКО помогает в приобретении имущества, ремонте и всякое разное. Вот такой получается пирог, где бюджет региона — 56%. Я сказала, что самые большие затраты — это затраты на сопровождение. Принципы сопровождаемого проживания — жизнь дома, проживание малыми группами, обычное социальное окружение, работа отдельно от проживания. Это важный момент того, что объем предоставляемых услуг соответствует индивидуальным потребностям. Помощи столько, сколько необходимо, и самостоятельности столько, сколько возможно. На это нацелены и сотрудники сопровождения, и мотивированные сами ребята. Какие бывают услуги там? Это социально-бытовая, социально-коммуникативная, досуговая деятельность. Цель — социальная интеграция в обществе. И результат — самостоятельная жизнь и жизнь в обществе с сопровождением. Вот разовое... Мы поменяли немножко в методических рекомендациях. Это такой предыдущий вариант. Поэтому сейчас, как я сказала, постоянная помощь — это от 8 до 24 часов в день. Периодическая помощь — это в неделю, и есть регулярно — это несколько часов в день. На рабочем месте и по месту жительства все равно люди нуждаются в сопровождении. Перечень социальных услуг при сопровождении проживания, соответствующий примерному перечню в постановлении правительства Российской Федерации. Социально-бытовые, оплата, помощь, приемы пищи, кормление — это те социально-бытовые услуги, которые есть в рекомендованном перечне. И преимущественно все они реализуются и на уровне регионов — социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. Есть ряд услуг, которые не вошли в перечень социальных услуг, рекомендованные, но реализуются НКО в сопровождаемом проживании. Это преимущественно то, что требует затрат не по тарифам или не по той парадигме, по которой социальные услуги оказываются. Например, пришедший социальный работник тратит 30 минут на то, чтобы приготовить еду или купить продукты и так далее. Услуги сопровождения, в отличие от этих услуг, подразумевают помощь человеку в самостоятельном произведении того или иного действия. И это занимает гораздо больше времени. Оплатить это можно с трудом. Поэтому здесь указаны те услуги, которых нет. Самое главное, это услуги, не самая главная, но очень важная вещь, это услуги ночного сопровождения. Я уже говорил о том, что в форме на дому этих услуг не предусмотрено, а они необходимы. Организация сопровождаемого проживания. Таким образом, склонение нас в сторону того, чтобы мы назывались стационарами, это меняет в корне все у нас представление о том, как должно происходить сопровождаемое проживание. Мы наставим на том, что оно должно быть на дому малыми группами в нормальных человеческих условиях в социуме, в соответствии с конвенцией, в соответствии со страновыми обязательствами Российской Федерации. Социально-медицинские услуги, те, которые не требуют лицензирования. Вообще, у нас в последнее время было большое обсуждение, насколько сопровождаемое проживание и система долговременного ухода между собой сочетается. Это очень важный вопрос. Потому что система долговременного ухода и палиативной помощи коллегами запущена на высоком уровне. Сейчас тоже будут пилоты в шести регионах. И нам задавался вопрос, насколько сопровождаемое проживание вписывается в систему долговременного ухода. Но это совсем отдельная история. Я, к сожалению, слайд этот не прислала. Но сейчас попробую, пока идет семинар, может быть, он зальется. То есть мы себе представляем, что разница в том, что сопровождаемое проживание нацелено на активизацию человека. Несмотря на то, что в системе долговременного ухода тоже речь идет о том, чтобы человек максимально восстановился, например, после болезни или активизировался в рамках надобного ухода, у нас в сопровождаемом проживании и занятости главная цель – это вывод социума. Это, конечно, стационарозамещающая технология, но у нее совершенно свое целеполагание. И вот медицины, как вы видите, там не так много, как в палеотиве. Что-то я никак не могу научиться здесь. Зато очень много обучения и научения всяким навыкам. Вот посмотрите основные функции сопровождающих. Формирование и совершенствование навыков, содействие и формирование уважительного отношения к обществу, ну, конечно. Сопровождение, профессиональный уход, помощь в организации проведения досуга. Создание необходимых условий для индивидуального развития. Контроль состояния здоровья. Медицина, конечно, медицина, она на аутсорсинге, она не внутри сопровождаемого проживания. Услуги, посмотрите, да. И заканчивается это замечательным совершенно фотографией вот такого вот человека. И сейчас мы вернемся к двум таблицам. Важные сравнительные таблицы. Были проанализированы ситуации в регионах. Их больше, чем указано здесь. И я еще немножко вернусь к этому вопросу. В каких регионах есть сопровождаемое проживание и в какой форме. Но здесь в этой таблице важно то, как и каким образом происходит расходование средств на сопровождаемое проживание. Вот посмотрите, пожалуйста, значит, пять регионов Псков и Псковская область разделены здесь. Если вы знаете, то в Пскове это тяжелое имущественное нарушение развития проживания в квартирах, как я сказала. А в Псковской области это выпускники, дети-сироты, выпускники детского дома-интерната. А по структуре расходов, вот эти услуги сопровождения, это фонд оплаты труда сопровождающих, вот по ЯЭТ и по Псковской области удалось сдать эти услуги на баланс государства, они оплачиваются из бюджета области. Вот эти синие цифры, это то, что расходуется из пенсий проживающих. Вот сейчас чуть-чуть повыше сделаю. И на что расходуются из пенсий проживающих. А дальше мы пошли сравнивать с расходами на субъектов федерации на стационарное обслуживание в ПНИ. И выяснилась такая любопытная вещь, что у нас общая численность затрат, она по виду вроде бы больше. Вот посмотрите там на примере Пскова 28 тысяч, в том числе 8,510 и 20 тысяч, которые декларирует Псковскую область на содержание в ПНИ. 20 тысяч на человека в месяц, это, конечно, некорректная цифра, мы так полагаем. Мы думаем, что там и запросили уже цифры, которые говорят о направленном на содержание, на капитальный ремонт и так далее. Судя по всему, здесь этих цифр нет. Но здесь любопытна другая вещь. Как мы говорили в первой части, интернатное содержание удерживает из всех доходов проживающих, включая пенсию, ЕДВ, какие-то суммы в размере 75% от всего. От всех доходов, включая, если имущество сдается в аренду и так далее. И тогда получается немножко другая картина. Есть такая большая бумага замечательная у Министерства труда и социальной защиты, называется СЛОД САБЕС. В этой бумаге указаны все цифры по лицам, проживающим в стационарных организациях. Я повторюсь, 157 тысяч с копейками проживает в ПНИ и около 20 тысяч проживает в детских домах-интернатах. И вот по этим регионам эти цифры взяты по ПНИ. И количественный состав, не так структурный, наверное, состав, я бы так сказала, по лицам, проживающим в ПНИ, он такой, что подавляющая численность инвалидов, это инвалиды второй группы. Из 157, 44 это первая группа, тысяча с небольшими копейками это третья группа, все остальное это вторая группа. И таким образом мы выходим на некоторую стоимость, примерную, вот этой добавки, которая удерживается интернатом. И вот посмотрите, да, 3200 рублей в месяц для инвалидов третьей группы, и 3800, для инвалидов второй группы 7500, для инвалидов с детства второй группы 9000, и для инвалидов, виновата, 7500 для инвалидов с детства второй группы 9000 в месяц. И если мы начинаем прибавлять, вот смотрите, к этим деньгам, которые задекларированы государством, вот эти суммы, то мы дальше начинаем получать цифры, которые точно корреспондируются с нашими цифрами по сопровождаемому проживанию, во всяком случае, они сопоставимы, там плюс-минус 1-2 тысячи, но понятно, что речь идет абсолютно о других условиях проживания. Вот Владимир, значит, во Владимире квартира из пяти человек, которую строили сами родители на свои средства, и это та вещь, которая, конечно, важна очень, как и откуда возьмется жилье или дома для сопровождаемого проживания, это, безусловно, момент вложений. Но если вы помните, я в первой части говорила о том, что затраты на создание одного койко-места при вновь строящемся интернате, они составляют от 2 до 3 миллионов рублей. И тогда мы получаем возможность на пятерых 10 миллионов государственных вложений, конечно, это возможность строительства социального жилья, безусловно. Вот во Владимире такие цифры. Санкт-Петербург, цифры по Санкт-Петербургу, этот дом, который построил Гаурди, у меня будет по нему презентация, мне прислали коллеги. Это Москва, фон помощи слепоглухим. В Санкт-Петербурге дом построен благотворителями. Прекрасный совершенно дом, он находится на 49 лет в аренде у Санкт-Петербурга, и туда переехали преимущественно родительские дети, но и 2 человека прибыло из интернатов. Вот такие затраты. Получается, что в Москве и в Санкт-Петербурге очень большие затраты на содержание в ПНИ, поэтому мы отравниваемся по цифрам. А фонд помощи слепоглухим соединения в Москве, он арендует дом, поэтому у него в структуре затрат такая большая цифра на аренду. Тем не менее, посмотрите, пожалуйста, все это корреспондируется и друг с другом соотносится таким образом, что вот, кстати, цифра в среднем 6500 рублей. Это из более чем 157 тысяч, как я уже сказала, там порядка 110 тысяч, это инвалиды второй группы, поэтому средняя сумма 6500. При условии обеспечения проживающим в ПНИ услуг такого же качества и объема, который имеется у лиц с инвалидностью, сумма затрат в ПНИ существенно возрастет. Помните, также говорила я в прошлый раз, что в интернатах так называемые индивидуальные программы предоставления социальных услуг, они, к сожалению, не дифференцированы. Вообще, основная цифра в ПНИ – это стоимость койко-места. А вот эти ИПСУ, созданные, они фактически для всех написаны, ну, без дифференциации, без учета потребностей человека. И если, например, их выполнять так, как это должно по законодательству, то мы полагаем, что стоимость пребывания человека с оказанием ему услуг, например, услуг психолого-педагогических, социально-психологических, виноватых социально-педагогических, услуг по повышению коммуникативного потенциала и всяко-разно там, да, их сейчас около 3% вообще рекомендованное штатное расписание для ПНИ, оно сосредоточено в основном на моментах ухода. И очень мало внимания уделяется занятости. И занятость вообще, как уже отмечала я в прошлый раз, это основная вещь для того, чтобы люди чувствовали свою нужность и полезность в жизни. И, соответственно, обратная сторона злоупотребления успокаивающими медикаментозного лечения. Ну вот это вот средний расход, сильно не нужно обращать внимания, потому что средний расход по НКО, средний расход по ПНИ, потому что выборка не очень большая, это выборка по пяти регионам. Но цифры показательны. Вот посмотрите, это стоимость расхода поставщиков услуг, фактически это, еще раз повторюсь, это фонд оплаты труда сопровождающих для нас, для НКО. А у ПНИ это немножко другая история, да, это вот стоимость вот этого койко-места в месяц. Вот Санкт-Петербург 57 тысяч, вот Москва, соответственно, 55 тысяч, вот Псковская область. И мы видим, что мы конкурентно способны с государственным поставщиком. Это важно, это, пожалуй, самое важное для того, чтобы мы продолжили работу с Министерством труда в той части, которая касается перехода от парадигмы стационарного обслуживания к парадигме сопровождаемого проживания. Вот Маргарита Алексеевна Урманчеева предоставила мне презентацию по дому сопровождаемого проживания. Конечно, это совершенно грандиозное строительство, это абсолютно европейская модель дома, такая, о которой можно только мечтать. Вот таким образом устроен дом, трехэтажное здание с отдельными комнатами, с полностью приспособленной средой для колясочников. Есть балконы на втором этаже и нет балконов на первом этаже, что, по словам Маргариты Алексеевны, будет исправлено, потому что сейчас готовится второй проект, второе строительство начнется, второго дома. А этот проект обещано, что будет передан в Министерство строительства для того, чтобы он был основой для строительства в регион, или в качестве типового жилья. Это очень важно, потому что каждое НКО, которое у нас этим занимается, оно тратит деньги на то, чтобы заново сделать проект. Это дорогая и бездарная вещь. Если появятся такие типовые проекты, то это будет здорово. К сожалению, вот они не прислали мне такую презентацию, которую я ожидала, там, где описание самого дома, но зато здесь есть, чем ребята занимаются, как они проводят свой досуг, каким образом они учатся ответственности, как они ходят в магазин, чем они занимаются, и всяко-разно. В общем, презентация получилась похожа на презентацию Андрея Михайловича, но оно и понятно, потому что и то, и другое, все из одного места. Не могу перелистать, наверное, на последний слайд. СМИ о доме сопровождаемом проживании, но это, конечно, сильно освещалось, и это достаточно интересно. Я возвращаюсь к пилотному проекту и возвращаюсь к той аналитике, которая была, пускай повисит, я пока буду словами говорить. В рамках, повторюсь, в рамках аналитики, которую мы проводили при подготовке концепции пилота, мы проанализировали все, что было. Вот про государственное и частного государственное партнерство я вам рассказала, и теперь мы будем говорить о том, что еще и где есть. В городе Владимире с 2005 года Орди Свет реализует программы для молодых людей, ранее признанных необучаемых, пока самостоятельное проживание, тренировочное, а потом это школа жизни называется. Обучается более семи человек в разных группах, и есть парадигма кратковременного двухдневного обучения в выходные дни с 9 часов в субботу до 9 часов утра проживания. Есть месячное двухмесячное обучение проживанию, и сейчас, насколько мне известно, Орди Свет делает еще одну такую квартиру тренировочного проживания, если я не ошибаюсь, в Смоленске, могу ошибиться. И квартира сопровождаемого проживания постоянного. Наследство родителей и благотворительного фонда Ренаваби в 2013 году была приобретена квартира для отделки 177 квадратных метров. Нужно понимать, что покупка на этапе строительства связана прежде всего с тем, что нужно приспособить обычные жилые помещения строительные к образу жизни тому, которое будет. И подчеркиваю, что должны быть и душевые отдельные, и комнаты отдельные, и очень важны общие помещения. Отмечала я уже одно из направлений стационарно-самезамещающих технологий, как оплата приемным семьям, принимающим в семью инвалида, и значительное снижение очереди, например, в городе Владимире от 400 человек очередь снизилась до 50 или 80 за последние годы. В Свердловске есть одно благое дело, которое занимается и трудовой занятостью коллег, и художественно-ремесленные мастерские там открыты, и социальная адаптация на рабочем месте, и реализация моделей сопровождения в ПНИ. В Нижнем Новгороде, как НКО, занимаются наши коллеги из Вераса, это организация региональной помощи детям и молодежи, и сейчас у них тоже все лучше и лучше, потому что раньше была только тренировочная квартира, а сейчас им удалось получить от администрации города в безвозмездное и бессрочное пользование трехкомнатную квартиру, и курс сопровождаемого проживания позволяет... Там очень интересная парадигма. Она заключается в том, что дети, например, проживая в рамках, понятно, что спрос больше, чем предложения по площадям и возможности социально ориентированных НКО. В связи с этим тренировочное проживание происходит курсами. Молодые люди живут, учатся чему-то, и уходя возвращаясь в семью обратно, и они, и семья получают задания домашние на отработку тех наук и самостоятельности, которые были отработаны в рамках сопровождаемого проживания на тренировочной квартире. Сейчас в Москве дали здание Горди, Московской городской ассоциации родителей детей и инвалидов, дали здание, и там будет реализовываться примерно такая история, тренировочное сопровождаемое проживание и для родительских детей, и для выпускников детских домов-интернатов. В любом случае, по опыту коллег, это требует от одного до двух лет, поэтому это отдельное направление, которое более наполнено обучением по сравнению с повседневной жизнью в сопровождаемом проживании. В рамках пилота, как я уже говорила, у нас происходила такая интересная вещь, что в Нижнем Новгороде это был детский дом-интернат, взрослый интернат, и Сормовский детский дом, если правильное название, я думаю, что помню на память, это был Борский пни, и был еще центр реабилитации, то есть полустационарная форма фактически занятости, занятия. Смысл того, что происходило в Нижнем Новгороде, это насколько могут себе позволить государственные организации сделать шаг в направлении такой вольницы, как сопровождаемое проживание. В детском доме-интернате там было создано так называемое защищенное сопровождаемое проживание. К сожалению, самостоятельной готовки, например, приготовление пищи и так далее, там не произошло. Это более самостоятельная форма. Значит, дети и подростки там, подростки, они заняты по режиму, есть режимные моменты, во сколько встал, во сколько лег, и всякое разное. И потом, значит, после того, как они максимально хорошо себя уже почувствовали, им наступило по 18 лет, и они выбывают во взрослой пни, во взрослом пни там организовано так называемое защищенное проживание на территории интерната. Действительно, люди выходят в социум работать, но это вот такая полумера, хотя все равно это лучше, чем просто проживание в закрытых помещениях и без особенных свобод. Но многие по итогам пилотного проекта, сейчас это говорю тогда про пилотный проект, по итогам пилота, и вот перед вами вот эта книга, которая выпущена фондом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Да, что тут важно? Тут важно, что те моменты, которые отрабатывались на уровне пилотных регионов, они вошли в такой комплекс мер, который... Вот он, кстати, тот аналитический отчет, по которому я шла, он у меня в собственном виде, а он занимает здесь гораздо больше места. Смотрите, то есть отработка тех принципов, которые были в Псковской области, понятно, что они совершенно другие. Намного больше степеней свободы у НКО, намного больше возможности сделать что-то из того, что не вписывается в услуги и не оплачивается. Хотя в стационарах это тоже сделать достаточно просто, потому что деньги там есть, и направлены они могут быть и на обучение, в том числе, и на те услуги, о которых мы говорили, социально-психологически, педагогически и коммуникативный потенциал и так далее. И по итогам прохождения пилотных проектов в двух регионах состоялся некоторый набор документации. Он интересный и полезный. Значит, там некоторые региональные решения, которые приняты. Ну, например, закон Псковской области, который, значит, посвящен сопровождаемому проживанию, проект закона. Некоторые нормативные акты Нижегородские. Все это в этой книге находится. К этой книге, кстати, есть еще приложение на диске с большим количеством нормативных документов, потому что здесь, кроме пилотов в Пскове, кстати, в Пскове, есть еще один очень интересный опыт. Брискоустевский детский дом, в котором директор пошла по замечательному совершенно пути на те деньги, которые накоплены были детьми на протяжении всей жизни и скопились у них на счетах, она строит сейчас городок сопровождаемого проживания. Он расположен недалеко от детского дома-интерната, и в этом смысле обеспечивать сопровождение будет дом-интернат. Но это дееспособные ребята старше 18 лет, они будут жить отдельно, но занятость у них будет происходить в интернате, потому что это район Псковской области. Помните, я вам говорила в прошлый раз о том, что крайне важно обеспечить занятость дневную для людей, чтобы она происходила не в тех стенах, где они живут, а там, где-то на выезде, на выносе, потому что это момент открытия сознания и момент вообще того, что все не должно происходить в одном месте, оно совершенно очевидно. Что еще есть за прецеденты в нашей стране? Про Гаурди я рассказала, и замечательные коллеги из благотворительной организации «Перспективы», «Новая перспектива», они организовали сопровождаемое проживание в деревне Раздолье Ленинградской области, и тоже для этих целей арендуется помещение. Там в основном на сопровождаемом проживании те, кого коллеги взяли из институциональной системы, на данный момент занятости нет, но там большое внимание и с точки зрения приходящих педагогов коррекционных и всякое разное, и планируется организация временного тренировочного проживания, то есть в этом смысле это некоторая модель больше сельского поселения, я знаю, что коллеги будут выступать в рамках этих семинаров, и они сами об этом обо всем расскажут. Из прецедентов давних есть такая деревня Светлана, она достаточно давно была создана и она основана на Кемхиллсом движении, которое во многих странах мира происходило, и туда привлечены норвежцы, это тоже такая замечательная модель сельского поселения на 17 ребят, 10-12 сотрудников, летом дополнительные волонтеры, то есть всего в деревне проживает 30-40 человек, включая наш контингент. По Ростку я начала говорить о том, как происходило это все в Порховском районе, и немножко еще добавлю, потому что на настоящий момент благотворительная организация Псковская Росток, она вывела 60 человек на сопровождаемое проживание, для этих целей приобретались сначала мелкие полуразваленные дома в Псковской области, потом были и квартиры сопровождаемого проживания, социальные квартиры, восстанавливалась дееспособность у тех, кто был ее лишен, и была помощь оказывалась в получении жилья, а сейчас там есть и мастерские, и служба сопровождения, и повторюсь, по итогам проведения пилотного проекта, в Пскове будет стажировочная площадка по сопровождаемому проживанию на базе как я и ты и Псковского центра лечебной педагогики, так и проборосток, так что можно будет взять то, что вам интересно и полезно. После проведения этого пилотного проекта стали обращаться достаточно много руководителей интернатов с вопросом как и что делать, и повторюсь, плюс фонда детей находящихся в трудной жизненной ситуации, что по итогам проведения пилотов пилотные проекты заканчиваются, а начинается тиражирование комплекса мер. И в этом смысле, в этой книге, которая на экране, я просто промежуточного ничего нет, есть, да, здесь полное описание того, что делалось, включая и даже то, о чем я вам говорю, потому что это все равно текст мой, и треть идет о том, где может происходить социальное сопровождение проживания, как и каким образом оно может быть организовано в разных организациях, дан анализ по всем моделям, о которых я говорила, вот видите, и Ленинградская область, здесь упоминается Иркутск, и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород, и Псков, и хочу показать вам оглавление, да, вот, модель учебно-тренировочного проживания на базе дома-интерната для устранства отсталых детей это Нижний Новгород, психонемологический интернет это Бурский ПНИ, это государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, это новгородский вот этот вот центр, обеспечивающий дневные занятия, и тренировочное сопровождаемое проживание на базе НКОВИРАС, а сейчас, как я уже сказала, в Нижнем Новгороде город дал им квартиру для постоянного сопровождаемого проживания. Это раздел 2, это описание моделей различных в разных регионах и в различных городах. Я сейчас еще буду продолжать об этом говорить, в том числе и все модели, которые состоялись у коллег, и у Перспектив, и у Владимира, и у Пскова. Сельские модели это и Иркутск, другие регионы. И что очень важно, или что очень полезно, вот такой большой сбор документов и материалов для того, чтобы можно было вводить это в региональное законодательство любых других регионов. Вот это приложение на диске, как я говорила, это в основном нормативка, вот сколько по-моему там еще и не заканчивается. То есть это означает, что те, кто намерены организовать сопровождаемое проживание, они не начнут с нуля. Во-первых, можно и поехать, и посмотреть, и познакомиться с коллегами, с опытом коллег. И во-вторых, регион, любой, который заинтересован в сопровождаемом проживании, вот сейчас летом, если я не ошибаюсь, будет открыт конкурс, при обращении в фонд детей, находящийся в трудной жизненной ситуации, любой регион берет на себя определенные обязательства. Какие? Во-первых, техническое задание у фонда достаточно строгое, что должно быть сделать, сделано в рамках этого. Во-вторых, очень важно, чтобы были выполнены как нормативные документы региональные, так и то, что когда заканчивается пилотный или проект, или реализация комплекса мер, нужно показать, как оно дальше будет эффективно существовать и без денег, и без присутствия фонда. В этом смысле это, конечно, очень важная вещь. Еще немножко пробегусь по регионам. Сопровождение молодых людей, проживающих в собственном жилье, это я заканчиваю Росток. Интеграционные мастерские, это тоже Ростки открытые, гончарные и швейные. И сейчас 27-28 апреля будет проводиться семинар, проводить его будет как раз по детям-сиротам коллега Алексей Михайлюк в Москве. К нему записалось семь регионов, и это представители и детских домов, интернатов и ПНИ. И здесь в большей степени речь идет о сиротах. Но я напоминаю вам о том, что обсуждали мы в прошлый раз, а именно что услуги на воле, так я скажу в кавычках, как для тех, кто выпускается из детских домов интернатов, так и для тех, кто живет и может быть выведен из психоневрологических интернатов. И для тех ребят, которые из семей, они практически одинаковы. И то, что делают коллеги и в Гаурди, и в Перспективах, оно говорит о том, что это все на круг одно и то же. И туда, и туда вписываются и жители ПНИ, и наши семейные дети. Вот Иркутск, семейная усадьба. С 95-го года работает организация инвалидов семейная усадьба и контингент предприимущественно семейный в социальной деревне. Но есть и из ДДИ, и из ПНИ вот сироты, выпускницы ангарского и иркутского ДДИ, лишенные дееспособности, нелишенные дееспособности, штат. Это все есть в этой книге, поэтому я быстренько это все пробегаю, как обзор и как эффективный опыт регионов. И в социальной деревне заречной обеспечивается одновременно сопровождаемое проживание, сопровождаемая трудовая и социальная занятость. Прибайкальский исток, тоже такая модель сельского поселения. большинство проживающих выпускники, оно прибайкальский талисман, это не государственная организация, созданная родителями. Вообще речь идет о том, конечно, что чем более в течение жизни до 18 лет, до возможности организации сопровождаемого проживания, чем более адаптированы дети социализированы, тем проще им вписываться в самостоятельную жизнь, и тем легче они отрываются от семьи и от родителей. В основном финансирование взноса родителей. Хочу сказать, что, конечно, самая большая проблема, это проблема оплаты услуг НКО, которые обеспечивают сопровождаемое проживание. И в этом смысле мы сближаем позиции с Министерством труда относительно того, какие это должны быть услуги и как мы сможем их оплатить. И я вернусь к этому, когда мы будем говорить о методических рекомендациях Министерства труда. Красноярский край, свет надежды, долгосрочный проект, социальная усадьба добрая на земле, двухэтажное здание, гостевой домик, летняя веранда, социальная усадьба добрая в настоящее время функционирует как круглогодичная база отдыха для семей. Это, конечно, очень важно. И семейный антикризисный центр с временным пребыванием, программа передышка. Программа передышка это, конечно, вещь, которая нужна всем нам, потому что оставить где-то ребенка на тот период, даже если ты в больницу уложишься, это большая проблема по нашим временам для родителей. И все-таки, значит, основной контингент это дети с рас. Формат по типу усадьбы с разделением жилых помещений на несколько домов, существующие в едином комплексе с общей системой мастерских, мест общего пользования, спортивного досуга, возом столовой, общей гостиной, создающей комфортные условия для лиц. И активно привлекаются гранты этой организации, впрочем, многим нашими организациями, потому что гранты для нас единственная возможность. Республики Бурятии это центр деятельности от родный сад, тоже сельские поселения, социально-терапевтическая деревня семейного типа, цель, услуги, примерно все одинаковое, мастерские площадью 240 метров собственности, земля в собственности, дом сопровождаемого проживания, 360 квадратных метров, строится еще один дом, баня, гараж, коровы, овцы, кролики, куры, то есть прям сельская совсем местность, 20 воспитанников разного возраста, старшие 20-36 лет, средние 15-20 и младшие 7-14 лет учатся на специальных занятиях. Коллеги пишут о том, что это дети с глубокими обстановленными проблемами, в школе учились немногие на индивидуальном обучении, диагнозы раз, сочетанные нарушения, старшие воспитанники включены в лечебно-педагогические занятия, 13 сотрудников, из них 5 штатных и 8 волонтеров. Курская область, Курчатов, родительский клуб содействия, целевая группа психоневрологические нарушения, ментальные, умеренно тяжелые степени, возрасте от 18 лет и старше. Количество участников программы 30 человек. Коллеги из Курска, Курчатов это закрытый город вообще, и вот сейчас остро стоит вопрос о том, как и каким образом могут получить деньги, хотя они и зарегистрировались в реестре поставщиков социальных услуг. В бюджете Курской области, которая безусловно не богата деньгами и дефицитна, не нашлось средств для того, чтобы оплатить их услуги, а 30 человек это много. Это 2 4-комнатные квартиры на первом этаже 9-этажного дома в городе Курчатово. Квартиры смежные с разными входными дверями для юношей и для девушек. Вечернее время сопровождения совместное 3 штатных работника, проживание групп 5 месяцев в год с очередностью через месяц 2, тоже, как я говорила, запрос больше, чем возможности у коллег. И дневная занятость организована с 8 до 17. Все отмечают проблемы отсутствия стабильности и долгосрочной перспективы финансирования деятельности только за счет благотворительных пожертвований без участия бюджетных средств, грантов и так далее. Превосходная совершенно модель Пензенский квартал, оно квартал Луи, там построен дом тоже из благотворительных средств для преимущественно лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, это просто образцово-показательная история, если я правильно помню, там побывал и министр Топилин, который сильно изменил свое мнение относительно того, как это может быть, и после Ордии Света, и после квартала Луи, в общем-то, понимание приходит того, что это не то, что возможно, а так оно должно быть, и в этом такого сложного ничего нет. Значит, там у ребят есть арт-кафе, собственная типография, они работают по возможности и барменам, и звукооператорам, образовательная программа у каждого есть, различные курсы, напомню, что это лица с охранным интеллектом, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Центр лечебной педагогики реализуется проект поддерживаемого проживания в тренировочной квартире, это сотрудничество с технологическим колледжем номер 21, там тренировочная квартира, из четырех небольших блоков, целевая группа люди 18-30 лет, проживание, как я уже сказала, тренировочная, в течение двух месяцев выходные проводят дома. На данный момент я знаю, что, ну, плюс в том, что молодые люди обучаются в 21-м колледже или в творческих мастерских, группа подбирается им с учетом учебного расписания, и вот это тренировочное расписание заезжает в понедельник вечером после занятий, в пятницу с утра едут домой на выходные или на учебу в колледж. Штат сотрудников, координатор проекта, пять социальных работников. Социальные работники работают по графику, они везде работают по графику. Если помните, я в прошлый раз говорила вам о том, что у нас спор с Министерством труда, как много нужно сопровождающих на душу одного сопровождаемого, да, и практика показывает, что соотношение один к одному не обязательно, хотя есть ведь, например, уже профессиональный стандарт ассистента-помощника. Ассистент-помощник человек сопровождения технического, он у нас появился, так сказать, в государственной системе координат, мне неизвестно пока, чтобы у кого-то был ассистент-помощник, но тем не менее, это как раз один на один в процессе обеспечения технического сопровождения человека, тоже с опорно-двигательными, нарушениями и так далее. Поэтому, возвращаясь к тому, что сколько нужно сопровождающих, практика показывает, что происходит синергия, и сопровождающих один на один не нужно. Штатное расписание коллег, они предусматривают, конечно, круглосуточное сопровождение, потому что это тяжелые люди, но не очень большим количеством персонала, например, один ночной дежурный, а все остальное время, или там у Гаурди, по-моему, один ночной дежурный на этаж, все остальное время, это особенно, если это занятие, дневная занятость на выезде, это понятно, что это сопровождение по принципу максимальной самостоятельности и минимально возможной помощи, оно не предусматривает сопровождение один на один. есть солнечный мир с проектами деревни и город, город это когда ребята выходят в город и учатся вести себя в магазинах, покупать продукты и так далее, а вот проект деревни это один из возможных вариантов адаптированной среды, частное деревенское хозяйство в деревне Верхняя Романова Тульской области работает оно с 2012 года, заездами ребята туда приезжают, но без родителей и практика показывает, что они, конечно, чувствуют себя хорошо, у нас есть ведь еще и во Владимире такая история у отца Владимира Климзо, тоже летние летние лагеря, благотворительный фонд Димина мечта, городок Димина мечта строится, строится, предполагает, что будут четыре жилые дома для целевой группы инвалидов в количестве 30-40 человек, будут мастерские и теплицы для трудовой занятости, досуговые центры и целевая группа, как я уже сказала, около 40 человек с семьей с детьми-инвалидами. В Дагестане тренировочная квартира для Радической общественной организации «Организованная жизнь без слез», 15 молодых людей с инвалидностью ДЦП, синдром Дауна-РАС, молодые люди живут дома, а на квартире бывают только днем, то есть такая тоже форма, чему-то их обучать в течение дня, и преимущественно, конечно, это связано с дефицитом помещений, дефицитом и очень большим спросом. Штат сопровождающих 6 человек, и на 15, как я вот уже объясняла, это не обязательно один к одному, и все наши коллеги жалуются на отсутствие перспективы финансирования государственного. Вот это вот то, что очень важно и совершенно необходимо решать в ближайшее время. Я говорила уже о тарифах в прошлый раз, я повторюсь, по итогам вот этого обзора и по итогам пилотного проекта в итоге вошли в этот сборник, который у вас продолжает быть на экране. Формы организации сопровождаемого проживания могут быть индивидуальны на дому или групповое проживание, малыми группами, как мы говорили, по 6-8 человек. Интегративное это люди с различными нарушениями или разделенные по степени тяжести и потребности помощи в привычных условиях на дому, особенно после немощи или после смерти родителей. Услуги оказываются, как мы уже говорили, сопровождение должно быть в объеме необходимым для нормализации и услуги предоставляются на данный момент преимущественно социально ориентированным НКО. Теперь я хотела бы сказать о том, что проблемы. В прошлый раз я проходила немножко по проблемам, но и давайте я сейчас еще раз опишу. Что за проблемы? Из анализа данных субъектов Федерации социально ориентированных НКО, это тоже по пилотному проекту, следует необходимость решения ряда проблем, затрудняющих внедрение стационарно-разамещающих технологий и сопровождаемого проживания. В частности, отсутствие нормативно-правовых условий для организации сопровождаемого проживания взрослых детей с тяжелыми нарушениями развития вне интернатов. Я говорила о том, что было поручение в 2017 году, ошибочно сказал в 2016, в 2017 году в июле, поручение президента о внесении в законодательство понятия сопровождаемого проживания инвалидов малыми группами по 6-8 человек, которые на данный момент не состоялось, но мы полагаем, что без него не обойтись без такого внесения в законодательство. Ограниченный диапазон и объем услуг в соответствии с рекомендованным перечнем услуг в соответствии с 442 федеральным законом об основах социального обслуживания. Мы говорили уже о том, что в частности, например, отсутствует понятие ночного сопровождения на дому, что практически делает невозможным оплату этих услуг, НКО и средств бюджета, отсутствием рынка социальных услуг, отсутствием социального жилья. Социальное жилье это важнейшая история. По жилищному кодексу есть понятие и социальное жилье, и есть понятие специализированный жилищный фонд. И то, и другое может быть использовано для наших целей. Единственный вопрос, к которому мы упираемся, это очень важно, это вопрос того, кто будет оказывать услуги, и кто будет нести ответственность за людей, если они недееспособны, кто будет у них опекуном. Повторюсь, на решение этих проблем, которые тоже в основе организации сопровождаемого проживания, лежит принятие закона о расширении степени прав и свобод недееспособных и ограниченно недееспособных граждан, которые находятся в Государственной Думе. Сейчас я неправильно назвала его, но все знают, о чем идет речь. И это, конечно, очень важный ключ для того, чтобы распечатать. Для широкого внедрения стационарно-замещающих технологий пишем необходимую разработку положения разных форм сопровождаемого проживания, включая финансово-экономическое обоснование сопровождения в разных формах проживания. Можем считать, что те методические рекомендации, которые были выпущены в декабре в замену исполнения поручения президента, они некоторым образом этот подпункт подкрепляют. И сейчас мы поговорим. Вот мы перечисляем, что законодательная должна быть возможность и финансирования исполнения услуг с использованием разных форм государства, НКО, родителей, спонсоров и так далее. Использование жилого фонда любой формы собственности на договорной основе, предоставление выпускникам интернатов, полагающихся по закону жилья. На данный момент жилье выпускникам детских домов интернатов социальной защиты крайне редко предоставляется, потому что в большинстве случаев они начинают готовиться к лишению беспособности, еще не выйдя из детского дома, интерната. Бывает такая ситуация, конечно, когда люди находятся и в пни дееспособной, выйдя из ДДИ, перемещаются в пни, и где-то в 23 года у кого-то, у кого-то там и старше, возникает вопрос о том, что им уже было положено, жилье, что он продолжает находиться-то в этом доме интернате взрослым. И в этом смысле большую помощь оказывают юристы, юристы работают практически на волонтерских началах, вот в Москве с 30-м интернатом, с другими интернатами, которые тоже помогают и восстановить дееспособность. Случаи лишения дееспособности, конечно, они вопиющие, нам известны случаи лишения дееспособности, например, 24-х человек в одном заседании суда. Вопрос, видела их судья, не видела их судья, как и каким образом это все происходило. И дальше абсолютно индивидуальным образом каждый человек начинает рассматриваться юристами, волонтерами из московской, например, рабочей группе по реформированию отрасли, там очень сведущие толковые ребята. Юристы ПНИ в норме своей, они обязаны по закону безусловно следить как представители опекуна за тем, как и каким образом выполняются, соблюдаются права, как и каким образом происходит распоряжение имуществом подопечных, если они попали во взрослом возрасте уже там по старости и всяко разным. Самый громкий прецедент был опять же в 30-м интернате, потому что он пилотный, поскольку там проще доступ к разным документам и выяснилось, что две квартиры проживающих были переданы в доверительное управление администрации интерната, сейчас Москва судится с тем, чтобы забрать их обратно, директор интерната уволен. Но это разовый случай, а эти случаи повсеместны. Как и каким образом исправить эту ситуацию? Возможно, с принятием закона, который не двигается уже третий год, который называется закон, упомянут в законе о психиатрической помощи, как служба независимой помощи лицам, находящимся в психиатрических стационарах, но на этапе изменения технического задания три года назад туда добавлены еще и лица, проживающие в психоневрологических интернатах. С этим законом прям засада. 20 лет он не писался, и на данный момент абсолютно непонятно, какими силами он может быть выполнен. фактически конечно речь идет о финансировании, потому что служба независимая должна быть от медицины и от социальной защиты. И дальше застоприлось все дело на том, при ком будет создана эта независимая служба и будет ли она оплачиваема. Здесь есть два выхода. В какой-то момент говорилось о том, что она будет по аналогии с ОНК, с общественной наблюдательной комиссией, которая занимается у нас тюрьмами, при общественной палате Российской Федерации. И общественная палата посмотрела на тот сложный закон, который получается и сказала, что ей будет трудно поднять, она и с ОНК не может справиться. Дальше речь шла об уполномоченном, о правах человека, и это наверное правильно. Наверное, это правильно. Потому что уполномоченный по правам человека, как я уже сказала, в рамках реализации конвенции о правах человека, он на уровне ООН и отчетности ООН выступает как независимый наблюдатель за тем, как соблюдается выполнение положения конвенции на территории Российской Федерации. Вопрос размещения службы при уполномоченном не решен. И несмотря на то, что эта служба крайне нужна, проект написан, она не двигается по этой причине, потому что финансирование, как мы понимаем в нынешних условиях, затруднено, но все-таки проект закона написан таким образом, что основной упор делается на общественные организации, на НКО и на волонтеров. И в рамках того, что происходит в 30-м интернате, модель так называемой службы, она отрабатывается таким образом, что юристу общественно предоставлено помещение и один раз в неделю человек находится и принимает жалобы. Причем жалобы не только от проживающих, а поскольку там работает группа волонтеров и группа волонтеров понимает, что там происходит, потому что жалобы бывают разные. Начиная от сосиски разрезанной вдоль и пополам, которая вместо 100 граммов 46 граммов. И у нас, конечно, там совершенно бесценные помощники, которые умеют снимать на камеру и выкладывать в интернет, поэтому мы знаем много чего там происходит, и включая всяческие нарушения, связанные с хищениями, но Департамент труда и социальной защиты на это очень быстро реагирует. А вот такие нарушения, как продолжение закрытости, как невыпускание людей на улице, как невозможность их написать жалобу наверх, так, чтобы она дошла до директора интерната, никакие ящики повешены на этаже, ситуацию не спасает, потому что растворяются эти жалобы по дороге к директору интерната, поэтому очень важно то, что там находится юрист, и собирая жалобы и понимая, что за проблемы у людей, значит, коллеги присоединяются к тому, что кому не дано жилье, восстановление в очереди на жилье, что за проблемы с дееспособностью, как человек был лишен дееспособности, по закону или в свое отсутствие, как и каким образом можно это исправить, поэтому практика показывает, что общественники могут с этим справляться, но при условии такого патронажа серьезного со стороны ДСЗН, потому что без ДСЗН московского никто ничего не даст, никаких документов, никаких возможностей, никаких, стоит отвернуться, опять на двери висит большое объявление о том, что посещение только в часы. В какие часы? ПНИ, организация социального обслуживания, люди там живут, как я уже отмечала, по договору социального обслуживания. Одна причина, почему, закончив работу, их родственник не может попасть после рабочего времени, потому что часы посещения устанавливаются интернатом произвольно. Настолько много уже было об этом разговоров, настолько много нормативных писем уходило и в Москву, и в интернаты российские, о том, что те правила, те порядки, которые в 71-го года положения АПНИ, очень много других нормативных документов, перестали действовать и утрачивать силу, начиная со вступления силы 442-го ФЗ, но только сейчас, вот в этом году, пойдет или уже пошел в регионы, значит, добились, в конце концов, такого решения за три года разговоров об отмене прежних актов, об отмене прежних актов, потому что, несмотря на то, что они не должны были бы действовать, все вот эти, вся эта сложившаяся практика, она была основана на документах 1071-го и еще там 900-го Ахматова года. Хотела поговорить немножко по вышедшим методическим рекомендациям Министерства труда и социальной защиты, они вышли в декабре, это приказ Министерства труда и социальной защиты населения от 14 декабря 2017 года номер 847 об утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малой группы инвалидов в отдельных жилых помещениях. Ирина Кузьмин, сказать, что он прорывной не сказать нельзя, потому что методические рекомендации, они и есть методические рекомендации, ты можешь их выполнять, можешь их не выполнять, но правда и в том, что очень многие регионы начали обращаться к первоисточнику в виде методических рекомендаций и таким вопросом озадачиваться о том, что возможно проживание не в стенах институционального заведения. Разные регионы обращаются, и вот часть из них, я говорила уже, будет здесь на семинаре в Москве, недавно было большое мероприятие тоже по сопровожданному проживанию, которое проводилось Центром лечебной педагогики совместно с Перспективой, с коллегами, очень большой был сбор, приезжали директора интернатов, задавали вопрос, как и чего им делать, и каким образом двигаться, и когда мы достигали понимания о том, чего нам не хватает и в НКОшной, и в государственном, для государственных поставщикам, это всегда заставляет думать в одном направлении, это очень важно. Ну, названо здесь сопровождаемое проживание стационарозамещающей технологии социального обслуживания, предусматривающая возможность предоставления инвалидам социальных услуг по реабилитации образовательных услуг, проведение мероприятий по социальному сопровождению инвалидов, это статья 22-я, 442-го ФЗ, которая декларирует социальное сопровождение инвалидов как содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. Вот уж он не относится к социальным услугам, его оплатить нельзя, это надо понимать. Как оплатить содействие в? Оплатить невозможно. Почему наши коллеги, которые занимаются сопровождаемым проживанием, они говорят, что большинство из услуг, тех, которые не вписываются в базовый перечень, не базовый, рекомендованный перечень по 442-му ФЗ, они выполняют бесплатно на добровольных началах, понимая, что это необходимо, это нужно. И чем больше будет пребывать заинтересованных со стороны государственных поставщиков, тем быстрее система будет распечатываться, на наш взгляд. Что здесь важно и что здесь упомянуто? Говорится о том, что при определении перечня социальных услуг, необходимых при сопровождаемом проживании инвалидов, следует учитывать нуждаемость инвалидов в получении таких услуг, состояние здоровья, возраст, характер, обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности в зависимости от поставщиков. Это в основе, но в основе лежит степень ограничения жизнедеятельности из-за прав по МКФ, по международной классификации функционирования. Сейчас это чуть-чуть пониже будет. Что за рекомендации? При организации предусмат, при организации сопровождаемого проживания инвалидов рекомендуется организовывать занятость в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в котором они проживают. Это важно. Создавать условия для обеспечения возможности получения инвалидов основного, общего, профессионального и дополнительного образования в образовательных организациях. Если вы представляете себя, о чем идет речь, эта история такая. Для того, чтобы учиться в образовательной организации, нужно иметь заключение ПМПК для инвалидов с ментальной нуждающихся в специальных образовательных условиях. По закону об образовании верхний предел образования не лимитирован, зато в положении ПМПК он лимитирован 18 годами. После 18 годов никаким образом невозможно получить это заключение ПМПК по действующему законодательству. Сейчас нам обещано, что будут изменения, потому что проблема заключается, это очень большая проблема, и мне радостно, что министерство туда начало ее понимать. Потому что, если человек 18 лет выходит из ДДИ и перемещается в ПНИ, он не может дальше продолжать свое образование. Куда же он пойдет-то? У него школа осталась там, и 18 лет совершенно не пойдет. Для смены образовательной организации нужно заново получить заключение ПМПК, а это в ряде случаев невозможно. Как я отмечала уже в прошлый раз, значительное движение, хотя и недостаточное, происходит по выводу детей в организации образования из детских домов интернат. Но в психоневрологических интернатах, нарастающим итогом 30% перешедших из ДДИ, они в ДДИ находились тогда, когда признавались еще необучаемыми. и на данный момент это очень сложно их чему-то обучить, но по сравнению с теми разговорами, которые у нас были еще год назад Минтруда, что сначала нужно их обучить, а потом говорить о самостоятельности или возможности их выхода на волю, сейчас уже понятно, что учить надо. И разрабатывается совместное письмо Министерства труда и Министерства образования о том, как и каким образом организовать обучение старше 18 лет. И мы говорим о том, что это может быть организовано по типу бывших школ рабочей молодежи, оно может быть и в ПНИ организовано, если туда придут специалисты, образованцы. Есть такая дивная организация вверх в Москве, которая работает с жителями ПНИ, прибывшими из ДДИ. У них сумасшедшие результаты, у них неумеющие писать, начинают писать и всяко-разно. Это нужно понимать, что кроме интеллектуальных нарушений, кроме психических нарушений, есть еще момент запущенности, от рождения, фактически от рождения. Возвращаясь к сопровождаемому проживанию, образование, как видите, здесь уже предусмотрено. Очень важно получение науках, необходимых для самостоятельной жизни. И в прошлый раз я говорила вам о том, что люди, конечно, не представляют себе, что такое деньги, многие, как ими распоряжаться, как пользоваться банкоматом, как покупать продукты, как платить за квартиру, за социальные услуги, за квартиру, за коммунальные бытовые услуги. Это все вещи, которые должны быть, безусловно, отработаны. В основу, как я сказала, уже ложится учет индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов и рекомендации ПМПК. Обязательный этап учебного тренировочного сопровождения военного проживания инвалидов, который рекомендуется организовать в отдельном жилом помещении, находящемся в собственности инвалидов, ну и перечисляется специализированный жилой фонд системы соцобслуживания, жилые помещения государства муниципального назначения, то есть здесь перечислено то, что можно все формы жилого фонда использовать. Ну и указанные жилые помещения должны быть приспособлены для постоянного проживания, а также отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам иным требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечивающие в том числе их доступны здесь некоторая засада. Каким нормам? Тем, которым соответствуют государственные организации. Это понятно, что мы никогда не выдержим никакие такие Ниссанпины, никакие такие СНИПы. Если только мы очень быстро с этим что-то не сделаем, но есть уже движение в этом направлении, вот сейчас готовятся предложения и с нашей стороны, в том числе по изменению этой нормативки. Написано, что при организации сопровождаемого проживания предлагается выделить следующие этапы подготовительные, целью которой является подбор кандидатов для подготовки к учебно-тренировочному сопровождению и проживанию и формирование групп инвалидов для сопровождаемого проживания, если помните, я говорила о том, насколько важна психологическая совместимость. Вообще у нас с государством большой спор относительно того, что такое реабилитационный потенциал. Вот это словосочетание используется что в медицине, что в соцзащите совершенно безобразным образом. Ну, например, не помню, я говорила в прошлый раз или нет, значит, по санаторно-курортному лечению изъяты ДЦП-18+, изъяты сообщением, что внештатные психоневрологи, главные специалисты Министерства здравоохранения дали заключение о том, что у этих лиц нет реабилитационного потенциала после 18 лет и им не нужно санаторно-курортное лечение. Это непостижимый ум. Такая же история происходит у нас в социальной защите. Вот этот пилот, с позволения сказать, Нижегородской области и привязка и ДДИ Сормовского и Борского ПНИ к лицам, имеющим реабилитационный потенциал, это, конечно, убийственная вещь, потому что мы, как общественники, имеющие дело с разными видами инвалидности и тяжелой инвалидности, и сочетанной инвалидности, мы и весь мир на минуточку стоит на той парадигме, что у каждого человека есть реабилитационный потенциал. Вопрос, к чему его учить? Вопрос того, как ему оказывать помощь в этом обучении, что он сможет взять и максимум из того, что он может взять, он должен обязательно реализовать своими собственными силами. Поэтому эти рекомендации мы надеемся, что это начало пути и будет некоторая детализация. Здесь мы остановились на санкпинах, здесь нет реабилитационного потенциала, мы за это очень сильно боролись в этих методических рекомендациях во всяком случае. Индивидуальное сопровождение, значит, введены понятия этапов, я уже сказала, подготовительное, учебное, тренировочное проживание и сопровождаемое проживание постоянное. И, значит, указано, что рекомендуется организовать в индивидуальной и групповой форме. Индивидуальное сопровождение инвалидов рекомендуется для тех инвалидов, которые нуждаются в периодическом сопровождении, напоминаю, что это несколько раз в неделю. При групповом сопровождении проживания инвалидов рекомендуется формировать группы инвалидов численностью 4-7 человек малой группы и рекомендуется осуществлять формирование малых групп с учетом соответствия площади жилых помещений, в которых предполагается проживание. Рекомендуется размещать инвалидов в комнате не более, чем по 2 человека. Рекомендуется учитывать, что площадь жилого помещения используемая для сопровождения инвалидов в сопровождаемом проживании, должна позволять постоянно находиться в данном жилом помещении не только инвалидам, но и лицам, которые осуществляют функции их сопровождения, далее сопровождающих персонал. Для сопровождающего персонала в вышеуказанном жилом помещении рекомендуется предусмотреть отдельную комнату. Вообще, в принципе, это прорыв. Когда это читают директора интернатов, они задают вопросы, как вы себе представляете, опять же, связанные с недееспособностью, как мы их можем отпустить, жить самостоятельно и так далее. И как они себя там будут вести, эти 4-7 человек в малой группе? А мы им говорим, что у вас, конечно, когда на глазах 100, 200, 300 человек, проживающих в интернате, вам даже трудно себе представить, насколько они могут быть спокойными и занятыми группами по 4-7 человек. Но вы увидите, что это возможно, и примерно вот так вот мы и движемся в этом направлении. При формировании указывается, что необходимо условия добровольности, согласие инвалида в составе конкретной группы. Это важно. И человек может дать согласие, а потом не прижиться и должен иметь возможность уйти. И вопрос, как это будет организовано. Вообще, очень много вопросов по этому поводу. Индивидуальные особенности развития и потребностей учитываются. Проведение курса учебного сопровождаемого проживания в основе. Степень выраженности ограничения жизнедеятельности в малой группе. Включение в группу инвалидов разного пола и возраста. И гетерогенный состав группы с разной потребностью в объеме услуг и участников. Регулярное периодическое постоянное сопровождение. Опять же, в прошлый раз я говорила, что путь, когда сочетаются различные нарушения у ребят, проживающих совместно, он хорош тем, что они взаимодополняемы. И это позволяет максимально самостоятельно сделать всю группу, как группу. Дальше есть рекомендации по формированию этих групп. Дальше есть принципы, на которых должно строиться и приоритет уважения человеческого достоинства, и ориентация на максимальную независимость, и комплексный межведовственный подход. Я думаю, что вы и сами прочитаете, поскольку понятно, о чем идет речь. И вот, возвращаясь к тому, что сопровождаемое проживание основано на ИПРА, здесь приводятся те ограничения по категории жизнедеятельности, по которым будет определяться нуждаемость в сопровождаемом проживании. Это способность к самообслуживанию, способность к самостоятельному передвижению, способность к ориентации, к общению, способность контролировать свое поведение, способность к обучению и трудовой деятельности. И дальше говорится о том, что для какой степени ограничения 1, 2, 3, какое положено сопровождение, регулярное, периодическое или постоянно. Это важно. Например, инвалиды, имеющие ограничение жизнедеятельности 1-й степени выраженности, могут проживать самостоятельно. Также возможна организация учебного и тренировочного сопровождаемого проживания. И первоначально регулярные случаи необходимости, а в итоге периодическое сопровождение в форме поддержки обучения. Инвалиды, имеющие ограничение жизнедеятельности 2-й степени, к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, обучению и контролю над своим поведением, могут нуждаться в регулярном сопровождении, регулярно это несколько часов. Инвалиды, имеющие ограничение жизнедеятельности 2-й степени по какому-то одному виду ограничений и 3-й степени, самую тяжелую, ограничение жизнедеятельности по остальным видам ограничений или 2-3 степени ограничений или больше, нуждаются в постоянном сопровождении в 24 часа. В принципе, теоретически документ прогрессивный, конечно, он не отвечает на все те вопросы, которые мы обсуждали в два семинара, чего нам не хватает для того, чтобы запустить самостоятельное проживание, но он во многом служит или ложится в основании целеполаганий для того, чтобы эта вещь вообще в принципе состоялась. Вопрос. Глубоко умственно отсталых инвалидов Инна Беловина, Санкт-Петербург. Глубоко умственно отсталых инвалидов дом сопровождаемого проживания навряд ли возьмут, даже в них постоянно отправляют в психбольницу, потому как поведение их очень тяжелое. Есть ли возможность родителю-опекуну устроить такого ребенка в такой дом или туда берут только психически спокойных инвалидов? Я перечислила вам очень много примеров сопровождаемого проживания, которые уже имеются. Там есть инвалиды с глубокой умственно отсталостью. Везде. В Пскове, у Царева, у Урманчеева, в Гаурде, во Владимире и так далее. И с глубокой умственно отсталостью, и с выраженными расстройствами аутистического спектра тяжелых много. Возможность родителю-опекуну устроить такого ребенка в такой дом, в какой дом. Вот у вас в Санкт-Петербурге вы имеете возможность проконсультироваться, а есть регионы, в которых нет таких домов. Но родители, которые организуют сопровождаемое проживание для своих детей, все перечисленные, которые я вам говорила. И Красноярск, и Иркутск, и вообще в подавляющем большинстве, это все тяжелые инвалиды. Делается, да, силами самих родителей или социально ориентированных НКО, которые родителями создаются или являются профильными. Поэтому, да, так должно быть. Другое дело, когда все это будет. Есть ли платная или гуманная альтернатива для пни, для диагноза с человеком шизофрения в ремиссии, пусть дорого, но хоть что-то, на то время, пока мы не разобрались с сопровождаемым проживанием? Очень мало. Мне известно только... Во-первых, есть организация «Новые возможности». Она на минуточку тоже всероссийская. И она как раз о людях с психиатрическими диагнозами. Я не могу сказать, это ведь индивидуальный случай, стадия ремиссии, и почему он не может быть дома, и зачем он должен жить где-то в других местах. Я не знаю, как у вас в Санкт-Петербурге, но у нас в Москве очень быстро и бурно развиваются коллегами дома постоянного, для пожилых в первую очередь, частные дома, пансионаты. Я не знаю, что у вас в Петербурге, но в Москве такое есть, и в Москве, там есть и медицинское сопровождение. И я думаю, что это возможно, относительно дорого, потому что Москва доплачивает за своих жителей региона. Что касается Санкт-Петербурга, ну, не знаю, вы посоветуйтесь, пожалуйста, с коллегами, во всяком случае, в Москву, в частный дом-интернат, наверное, можно приехать и обратиться. Если чего, пишите мне, пожалуйста, я в сетях открыта, напишите в мессенджере, я вас свяжу с коллегами. Легче оторвать от родителей, данный момент оторвать от родителей является важным, вопрос из Архангельска. Да, я просто говорила об этом в прошлый раз, а сейчас вскользь сказала. Считается и во всех странах мира, что это самый тяжелый момент перехода от жизни в семье к жизни самостоятельной. И он тяжелый, даже больше бывает для родителей, чем для самого человека, который получает новую общность, друзей, досуг, совместную жизнь какую-то. Родители тяжелее отпускают детей. Это тоже такой серьезный жизненный этап. И коллеги по-российски, и зарубежные говорят, что этот этап психологически решается тяжело и достаточно долго. Почему сопровождаемое тренировочное проживание, оно вот такое этапное, в этом во всем частичное. Красноярск, Анна Маркевич. Есть большие вопросы к формированию групп по принципу гетерогенности для относительно небольшой группы в общей доле нуждающихся в СП, преимущественно это раз, не всегда к ним применим этот принцип. Аня, я не очень поняла ваш вопрос на самом деле. Есть большие вопросы к формированию группы о принципах гетеро-гетеро-гетеро-гетеро-гетеро. В методических рекомендациях указано... Вообще лучше всего, насколько я знаю, что вы этим занимаетесь, наверняка вы знаете, о чем вы говорите. Давайте обсуждать какие-то рекомендации. Почему именно для раз? Давайте обсуждать в продолжении тех методических рекомендаций, которые вышли. Давайте детализировать, давайте писать свои рекомендации от тех, кто знает. Это можно вполне сделать в рамках площадки сопровождаемого проживания стажировочной в Пскове. Давайте попробуем собраться и все эти вопросы обсудить. Если степень ограничений смешанная, первая степень, вторая степень, какой вид СП по методическим рекомендациям, посмотрите, пожалуйста, методические рекомендации. Я вам сказала номер приказа и посмотрите, найдете себя там. Очень хочется поучаствовать. Аня, приглашаю в доработке метод рекомендаций, тем более, что речь шла уже о том, что их необходимо дорабатывать. Да, да, в общем, да, мы это все вот договорились, будем дорабатывать. Спасибо большое, Сочи. Очень нужна информация, есть вопросы по взаимодействию с властями, по выбиванию желания у них обратиться к данной проблеме. Вопрос, конечно, не совсем по теме. Ну, друзья мои, для того, чтобы двигаться вперед, вот мы же учредили Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов и взрослых инвалидов с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. Почему это важно? Это важно, потому что и та, и другая категория, у нее есть законные представители. Это важно и потому, что мы собираем под крыло родителей-законных представителей для того, чтобы они совместно решали проблемы регионального уровня. Мы так себе представляем, что мы достаточно много наработали материалов для того, чтобы вы могли взять руки, пойти к вашим властям и сказать, что вам нужно это, это и это. Например, сейчас в Москве мы вернулись к вопросу опроса по дневной занятости. Два года назад, когда мы проводили этот опрос по дневной занятости, мы поймали только 75 человек. Сейчас мы его повторяем, потому что нам понятно, что это районированная вещь, что она должна быть приближением к месту жительства в каждом районе Москвы, и это свой контингент. Поэтому нам нужно понять социальный запрос, поэтому нужно, чтобы те, кто заинтересован в этом, обязательно проявлялись. Мы и сарафанным радио их ищем по местам. А вам в Сочи, если у вас такой запрос есть, вам нужно собираться определенной группой родителей, формулировать запрос и идти к властям. Мы вам поможем, мы для этого, собственно говоря, зарегистрировали организацию. Есть ли где-то опыт государственно-частного партнерства в области организации сопровождаемого проживания соцбссмп, социальные, видимо, представители все-таки государственных органов власти. В том, в той книге, верните, пожалуйста, на экран эту книгу Гордеевскую, в той книге, которая издана фондом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, здесь есть обзор, в частности, и государственно-частного партнерства по этому вопросу. Это очень полезная книга. Кстати, есть еще один сборник, он прекрасный, он вышел и размещен сейчас на сайте Центра лечебной педагогики у Псковского. Там вообще, ну, я бы сказала бы, пошаговая инструкция по развитию сопровождаемого проживания, тоже, пожалуйста, туда заходите. С большой благодарностью за то, что вы слушали. Надеюсь, это было полезно. До свидания.